Я сидел и смотрел на пустой текстовый документ и не знал с чего начать. Совершенно неожиданно оказалось, что сделать обзор новеллы не такая уж и простая задача. Что можно рассказать об игре, геймплей которого сводится к тому, что ты читаешь текст, да изредка выбираешь реплики. И несмотря на это, ты проходишь первые два эпизода и обнаруживаешь, что прошло почти 10 часов, но совершенно не понимаешь, откуда такая цифра. Как так незаметно пролетело это время? Возможно, это и будет главным вопросом. Итак, One Day in London. Я сел проходить эту игру по двум причинам. Первая, это то, что опыт игры в новеллы у меня был практически нулевой и мне просто захотелось все-таки пощупать, что это такое. Вторая же, то, что это игра от российских разработчиков. Кто бы что ни говорил о игре от российских, да что уж там славянских разработчиков, выходит иногда очень неплохими. Несмотря даже на многие кривости и забагованности. Тут вам и Периметр, Сталкер, Kings Bounty, Космический Рейнджер и Тургор. И каждый раз, видя игру от наших соотечественников, хочется верить, что получится что-то стоящее. Именно с такими мыслями я и запустил игру. Дабы криво не пересказывать заставку, да и чтобы вы немного окунулись в атмосферу игры, я решил вставить ее целиком. Моя история началась здесь, на одной из мрачных улочек старого Лондона, осенним вечером 1888 года. Впрочем, можно сказать, что я с раннего возраста чувствовал свою причастность к чему-то большему, чему-то, что я не в силах был осознать. Мне снились удивительные, странные и страшные сны, какие, я чувствовал это, не снятся обычным людям. В то время увлечение оккультными науками было модным среди образованной молодежи. Я, студент второго курса Лондонского университета, не избежал этой участи. Мы с упоением зачитывались трудами мистиков и алхимиков. Казалось, будто мы открываем мир, который пытались скрыть от нас учителя. Мы были юны и самоуверены, и не представляли себе, куда может привести эта тропинка. В тот вечер мои сокурсники решили провести обряд в одном из заброшенных домов старого квартала. Мы с моим старым товарищем решили присоединиться к этому эксперименту. Моего товарища звали Гарри. Бывший армейский офицер, он был старше и опытнее меня. Но мы удивительно легко нашли общий язык. Он был умен и саркастичен. И в отличие от меня, с иронией относился к оккультизму, объясняя все сверхъестественные явления игрой воображения и крепким алкоголем. Мы блуждали в мрачном лабиринте старого квартала добрых полчаса. Наконец, мои спутники нашли нужный дом. Оглядываясь, словно воры, мы поспешили зайти внутрь. Наш главный герой принимает участие в вызове духа. И тут не надо быть гением, чтобы понять, что ничего хорошего из этого не выйдет. Призыв идет не по плану, его сокурсники в страхе убегают, а главный герой становится одержимым. И тут мы выясняем, что Гарри не такой уж и скептик. Он приводит Джереми в тайный культный орден, который принимает протагониста своей ряды, обещая помочь. Джереми отправляют спать в одну из комнат ордена, но он просыпается не в кровати, а в библиотеке, где его теперь новый друг в лице демона, заставляет его читать оккультные книги. Как выяснится чуть позже, из-за ошибок в ритуале дух частично утратил память, а знание из книг помогает ему вернуть себе часть воспоминаний. Ну а пока на герой нападает местный демон из этой библиотеки. С помощью своего демона Джереми изгоняет духа, а на шум прибегают члены ордена. В принципе, это и будет отправной точкой для героя. Дальше по сюжету нас ждет и охота на одержимых, и политические игры внутри ордена. Выяснение, кто вам друг, кто вам враг. Можно еще перечислить сюжетные повороты, но я и так засполерил небольшой кусок сюжета и думаю, его вполне хватит для данного обзора. Теперь давайте поговорим о геймплее. Несмотря на то, что 99% времени мы будем тратить на чтение диалогов, в игре присутствуют мини-игры. Один из них это правильное рисование рун. Они нужны как для ритуалов по ходу игры, так и для боев с другими демонами. Не слишком сложно, однако одно место заставило меня попотеть. По сюжету нужно было нарисовать магический круг. Он рисовался из нескольких частей. Части же разделены на элементы. Правильность нарисованной части определялся после того, как игрок нарисует все элементы. При этом каждый элемент надо рисовать за раз, не отрывая пальцы. И если ты ошибаешься в одном элементе, то придется рисовать всю часть нуля. Герой же может либо смотреть на то, что рисовать, либо непосредственно рисовать. Честно говоря, у меня после пяти минут мучений было желание прикрепить на монитор кусочек скотча, но я обошелся своими пальцами, ставя их на ключевые точки элементов. Тут я бы посоветовал авторам добавить одну-две монетки, которые можно было перетаскивать по полу, дабы немного облегчить себе задачу. Ну и добавить ачивку, которая выдается, если не пользоваться монетами. Также есть еще пара паззлов, со свечами и приготовлением алхимического снадобья. Кстати, по поводу ачивок. Чтобы выбить их все, понадобится либо перепроходить игру, либо же сохраняться на сюжетных развилках. В любой момент в игре можно посмотреть, какие есть ачивки и как их получить. Казалось бы, небольшие спойлеры по сюжету, однако, одна взятая ачивка удивила меня неожиданным поворотом сюжета. Один безобидный выбор потом не аукнулся и честно признаться этого я не ожидал. Что по поводу персонажей, то они очень неплохо прописаны. У всех есть своя история и свои скелеты в шкафу. Некоторых можно недолюбливать, некоторых ненавидеть. Но потом ты узнаешь что-то новое из их прошлого и уже немного по-другому смотришь на персонажа. Хотя, честно говоря, манеры одного из персонажей показались мне немного... странными. Его манера общения мне напомнила одного персонажа из покемонов, а именно Харли. Не знаю зачем ввели такого персонажа, но лично я не могу однозначно сказать нужен ли игре такой товарищ. Мерзковатый и скользкий тип. Но возможно именно этого и добивались разработчики. Может быть. Что по поводу визуального ряда, то я скажу следующее. Я нейтрально отношусь к картинам, к живописи и прочему искусству. Мне глубоко все равно, известный ли автор или же нет. Я руководством принципам понравилось или нет. В игре персонажи и задники не вызывали у меня раздражения. Анимированные катсцены тоже очень неплохи. Так что лично мне они понравились. Особенно мост дождливую погода и овиум героя. Вы же можете сами для себя решить, насколько вам нравится графическая составляющая, глядя на видеоряд. Ну и последнее. Музыка. Она в принципе хорошо дополняет атмосферу игры. Конечно, себе в плейлист я наверное бы не добавил ее, но в данной игре она слышится вполне гармонично. Теперь давайте поговорим о недочетах игры. Они есть, но честно говоря выглядят они как, ну надо же было к чему-то придраться. В игре нет главного меню. Лично меня это немного смутило поначалу. Хотя конечно не то, чтобы оно тут очень нужно, но все же немного непривычно. Интерфейс. Не знаю почему, но я постоянно путался в этих кнопках сверху. И вроде все логично нарисовано, но почему-то я все время попадал не туда, куда хотел. Также я считаю, что экран с сохранениями надо немного поменять. Чтобы сохраниться, нужно нажать на карандашик в углу, а чтобы загрузиться на саму картинку. Поэтому пару раз я случайно загружался. Слава богу, что были автосохранения. Мое предпочтение в плане меню сводится к кнопкам с текстом. Ну наверное это лично мои тараканы. Иногда в диалогах проскакивают опечатки в словах. Это конечно минус, но думаю к релизу текст вылежут. А говорю это только для того, чтобы разработчики не забыли это сделать. Ну и еще был небольшой логический косячок. Во время прохождения мы можем задать довольно неудобный вопрос одному из персонажей. Я решил этого не делать, но по ходу сюжета меня несколько раз попрекали в том, что я его задал. Хотя я и не делал это. Что ж, подведем итоги. На данный момент игра имеет два эпизода, общая продолжительность около 10 часов. Если читать быстро и не вслух, то думаю часов 7-8. За сюжетом интересно следить и я надеюсь в следующих эпизодах будет так же. Недочеты, как и у любой игры, присутствуют, но они не сильно критичные и вполне решаемые. Впрочем и сейчас они не мешают играть. Думаю One Day in London станет хорошей игрой для пятничного или субботнего дождевого вечера. И напоследок хочу предложить разработчикам сделать портирование на планшеты. И рисовать руны будет проще и читать можно как книгу. На этом все. Лайкайте, комментируйте, забегайте на мой канал. С вами был Алекс Страга, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok